В столице почтили память командующего 14-й российской армии генерал-лейтенанта Александра Лебедя. 20 апреля ему исполнилось бы 74 года. К памятнику в столичном парке Кирова сослуживцы генералы и защитники республики возложили цветы. «Я пришел вам сказать, что больше не позволю убивать. Я знаю, как это сделать, и я это сделаю». Это цитата Александра Лебедя на памятнике, посвященном ему же. И он действительно не позволил. Летом 92-го генерал-лейтенант прилетел из Москвы в Тирасполь. Приняв командование 14-й армией, Александр Лебедь остановил войну на Днестре. С цветами в руках сослуживцы генерала и защитники Приднестровья. Все они пришли почтить память генерала-лейтенанта и военнослужащих 14-й армии, погибших в 92-м. Я сам лично проходил военную службу, срочную под эгидой генерала-лейтенанта Лебедя в то время, 14-й армии. Был настоящий офицер, настоящий генерал, который своим строевым шагом, даже утром, когда ходил по плацу, даже мухи не летали. Он был очень строгим, справедливым. Что касается державы, которую здесь имею честь представлять, могу добавить еще то, что хватит ходить по миру с сумой, как козлы за морковкой. Хватит. Пора за дело браться. Державность блюстит. Возьмемся, у нас-то занимать будут. Это пресс-конференция Александра Лебедя. Проводил он ее в Тирасполе. Генерал сравнивает действия Молдовы с тем, как вели себя в годы войны фашисты. Заявление Лебедя было растиражировано в разных СМИ. Большой резонанс она получила в Европе. Если в Бендере идет восстановление конституционного порядка, тогда всему мировому сообществу надлежит коренным образом пересмотреть понятие слова «оккупация». 23 июля в Москве после вмешательства российской армии было подписано соглашение о мирном урегулировании Молдоприднестровского конфликта. Через семь дней на Тираспольский аэродром приземлились самолеты с первыми российскими миротворцами. А так, 32 года назад жители Бендер с хлебом с солью цветами встречали российских военных. Он ответственный, строгий. Всегда стоял на своем. Был настоящим военным. 32 года российские миротворцы по-прежнему остаются гарантией мира на Днестре. И во многом это заслуга генерал-лейтенанта Лебедя. Александр Иванович трагически погиб в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года. В субботу ему исполнилось бы 74. Дарья Булига, Владимир Погоня, ТСВ.